В 90-е российское здравоохранение переживало не лучшие свои годы. Невыплаты зарплат, нехватка медикаментов, недостаток квалифицированных кадров. С 1990 по 2000 год в Федеральном министерстве здравоохранения сменилось 8 руководителей. Однако это никак не помогло улучшить ситуацию, требовалась комплексная господдержка. И она появилась в 2000-е с запуском нацпроекта «Здоровье». Благодаря ему с 2006 по 2010 год средняя зарплата в сфере здравоохранения выросла в 2,6 раза. А также было обучено порядка 53 тысяч врачей, началась дополнительная диспансеризация работающих граждан. В 50 регионах была создана современная система оказания медпомощи при травмах. В стране выросла доступность медпомощи при онкологии и скорость выявления заболеваний. Началась разработка и внедрение в медучреждения инновационного оборудования. А нацпроект «Здравоохранение» был призван сделать квалифицированную медпомощь еще доступнее. С его помощью к 2025 году будет отремонтировано почти 6,5 тысяч больниц, поликлиник, ФАПов и амбулаторий. Так был проведен капремонт центральной районной больницы в поселке Черемисиного в Курской области. В здании заменили кровлю и двери, обновили систему отопления, водоснабжения и электропроводку. А также отделали внутренние помещения и закупили новое оборудование. Момограф, стоматологическую установку и цифровой аппарат для флюорографии. Теперь больница принимает до 180 посетителей за смену, работая по принципу бережливой поликлиники. Логичное расположение кабинетов, понятная система навигации и онлайн-запись позволяют сократить время ожидания приема. А также сэкономить время и силы врачей. Хороших вам новостей!